Здравствуйте! Вот у нас сегодня называется наше сегодняшнее занятие «Советское кино». Это не лекция по истории киноискусства. Сразу вам так скажу, потому что, ну, советское кино как объект киноискусства, киноведения, скажем так, вот, это... 45 минутами не обойтись. Это серьёзное дело. Место киноискусства в нашем восприятии прошлого. Да. Сейчас как-то так вот всё больше и больше информации к нам вливается в мозги через зрительный канал. Вот кинематограф в этом плане самая подходящая вещь. Но кто сейчас читает старые советские книги? Очень мало. Очень мало. В основном то, что у нас по программе рекомендовали, Шолохова, Тихий Дон, да? В сокращённом варианте наверняка школьники читают. Поднятая целина, которая, на мой вкус, интереснее, чем Тихий Дон, она короче, во-первых. А во-вторых, она такая вот, ну, более острая, скажем так. Более полемическая поднятая целина. Это к поднятию целины в 50-е годы не имеет никакого отношения. Это фигуральное выражение. Такое вот, в переносном смысле. Вот. Никто особенно читает. А вот фильмы советские, вот их иногда смотрят. По телевизору показывают. И часто возникает такое ощущение, что вот она, вот та жизнь, которую мы потеряли, советская жизнь, вот она как выглядела. Так выглядело советское кино, а не советская жизнь. Дело в том, что кино – это искусство. И как любое другое искусство, кино – это, так сказать, зеркало, которое отражает жизнь. Но зеркало кривое. Нет смысла делать зеркало таким, чтобы вот оно тик-в-тик отображало. Оно искусство. Оно часто очень делает жизнь такой, какой она должна быть. Прошлая история таким, как надо его воспринимать. Вот нужные акценты расставлены, да. Вот я вспоминаю советский фильм «Пётр Первый». Пётр Первый. И, соответственно, это экранизация романа Алексея Толстого «Пётр Первый». И в ней даже вот обострили этот роман. В романе «Пётр Первый хороший». Хотя там в нём, как и положено в романе, показаны вот он плохой, вот он и тут плохой, и тут плохой. Но в целом так вот вроде бы вот. На фоне неких прогрессивных преобразований. А в кино-то он вообще хороший, вообще, ну прям партийный деятель какой-то, честное слово говоря. Хотя на самом деле ничего подобного-то ведь не было. Пётр Первый, если говорить объективно, при нём даже численность населения сократилась. А его культурная революция, это мы сейчас воспринимаем её как культурную революцию, Академия наук появилась. А в широкие слои общества никакие науки не проникали, никакое вот понятие, так сказать, какого-то вот такого вот западного образования, так сказать, вестернизации, да, знаете, такой западный, под запад делать, да, вестернизации. Мы всегда хотим быть похожи на Европу. Чё там, там же здорово, там хорошо. Нам нравится Европа, нам нравится жить по-европейски, мы хотим, чтобы мы так жили, да. Это нормально, перенимать опыт хороший, но вот у неё как-то не привилось, очень чисто формально, и при Петре Первом, ну, скажем, крепостное право стало ещё хуже. Людей стали продавать на базаре, до Петра Первого не продавали, а вот при Петре Первом, после Петра, людей стали продавать, люди стали товаром, это безобразие полное. Я вам на эту тему говорил, ну, вот фильм Пётра Первого, ну, вот, ну, такой душка, такой хороший, просто прелесть. Вот. Вот такие вот дела. Ну, начнём издалека. Чем замечательно, по-хорошему начнём, сначала, вот, всё-таки я говорю, нет, не киноведение, но про киноведение тоже скажу. А так уж получилось, что современное киноискусство – это вещь интернациональная. Да, самыми большими кинопроизводителями являются, значит, Соединённые Штаты, Индия и Нигерия, да. Ну, понятное дело, что Нигерия производит в основном фильмы, так сказать, на дисках, видео, директу-видео, 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 директу-видео. Сразу на диске продаётся там для домашнего просмотра. В Индии всё-таки развитый кинематограф, и в Соединённых Штатах тоже развитый. Ну, не только там, Европа тоже производит, Советский Союз производил, а сейчас Россия производит. Есть у нас всё это дело. Так вот, это вот, каждый внёс какой-то свой вклад. Вот это вот интернациональное искусство. И более того, скажем, многие режиссёры наши, советские, работали какое-то время в Голливуде. Сергей Эйнженштейн, знаете такого, да? Фильм у него, вот нам очень всегда это импонировало, что фильм из Сергея Эйнженштейна «Броненосец Потёмкин», но он назван одним из самых лучших фильмов всех времён и народов. Его назвали где-то когда-то, значит, «Кинокритики», да, выбрали. В действительности Россия очень многое сделала для создания кино. Ну, вот первыми придумали кинопроекционную технику, да, это вот «Братья Люмьер» во Франции и «Эдисон» в Соединённых Штатах. Вот, ну, на самом деле «Эдисон» всё-таки больше внёс, чем «Братья Люмьер». Современная кинотехника – это «Эдисоновская», от «Эдисоновской» идёт, да? У «Люмьер» перфорация была посредине кадра, представляете, шла? А у «Эдисона» по бокам. Вот, это уже факт. Да и она была более безопасная в пожарном отношении. Он понимал, что это сгореть может. У «Люмьеров» так и было. Сгорел кинотеатр в Париже, и всё-таки человек 200 в нём сгорело, потому что плёнка была тогда очень огнеопасная. Так сказать, нитроцеллюлёза. Кстати говоря, бездымный порох тоже называется нитроцеллюлёза. Вот, это вот очень близкие химические вещества. Горит замечательно даже без доступа воздуха. Страшное дело. Вот. И кроме техники для этого что нужно? Как выглядит кино? Кадры, монтаж. Понимаете? Вот, человек что-то говорит, потом показывает другого человека, он его слушает внимательно, да? Есть такой термин «эффект Кулешова». Это наш кинодеятель Кулешов, он дожил до 60-х годов, кстати говоря. Эффект заключается в следующем. Вот, значит, сидит мужчина, призадумался. Это один кадр. А другой кадр, значит, на столе пустая тарелка. Или, например, такой кадр «постель, в постели спит женщина». Или другой кадр «люлька в люльке ребёнок». Или другой кадр «гроб в гробу человек». И, соответственно, монтируете кадры, получается разные вещи. Вот, он человек, призадумался, о чём есть нечего. Или вот какая хорошая женщина, он бережёт каждое мгновение её сна. А вот ребёнок, он его любит. Или вот он скорбит. Вот эта вот компоновка этих кадров, вот это вот, это открытие, собственно говоря, было сделано у нас в России когда-то. Сергей Энзенштейн был в этом плане, так сказать, король монтажа. Именно поэтому «Броненосец Потёмкин» стал лучшим фильмом всех времён и народов. До этого как? Вот как в театре снимают, вот сцена, играют люди, что-то такое происходит, всё сыграли, сюжет закончился, другая сцена, там что-то актёры играют, как в театре. Вот. А вот это революция в кинематографе. То есть, это вот шло отсюда. Да, кстати говоря, советское киноискусство давало вклад и в новые всякие изобразительные эффекты. Например, например, что ж там у нас было такое, например, объёмное кино, стереокино, в общем-то говоря, Советский Союз опережал одно время планету всю в развитии стереокино. Вот эти принципы стереокино у нас, они когда-то появились. Широкоформатная плёнка, вот такая широкая, да, съёмка на широкоформатную плёнку, тоже у нас появилась, хотя как-то вот прижилась она больше за границей, к нам она потом опять вернулась, да. Ну, вот такие всякие вещи, это было всё, это всё наше. То есть, вклад в мировую, копилку мирового киноискусства вот Советский Союз России дали, никуда не денешься. Значит, кинопроизводство было в России до революции. Патте, фамилия такая вам знакома, французская фамилия Патте. Если вы смотрите иногда французские фильмы, то вот у них есть такая торговая марка, скажем так, Патте. Это француз Патте. Он француз, вот во Франции у основ кинематографа он оказался. И в России тоже. Слово «патефон» знаете? Это слово «патэ» от него, от «патефона». Ну вот, от «патефона». «Патефон» это от него происходит. Он ещё и продвигал на нашем рынке звукозаписи, видеоконтент, как сейчас сказали бы. То есть, кино и звук, вот, это он, «патэ». По-моему, году, каком, в 18-м или 19-м, в августе месяце, всё это было национализировано. Сейчас соображу. Да, наверное, сейчас скажу. Наверное, в 19-м всё-таки это году произошло, да, в августе месяце. 60 лет советского кино было, да, в 79-м году. Всё правильно. День советского кино это стало называться, когда национализировали всё кинопроизводство. Дело в том, что кино, кино, а Ленин сказал такую важную мысль. Вот, нам её в сокращённом виде всегда давали. «Из всех искусств главнейшим для нас является кино». А в широком виде это звучало так. «В неграмотной стране из всех искусств для нас главнейшими являются кино и цирк». Вот эта вот цитата без, так сказать, купюр из Ленина Владимира Ильича. Вот, вот такая вот, ну, как-то вот соответствует фраза «неграмотной стране». «Из всех искусств для нас является важнейшими кино и цирк». Своё как-то кинопроизводство хромало очень сильно. Дело в том, что кинопроизводство требует техники. Своей техники не было. На Западе покупать дешевле оказывалось готовые фильмы. Фильмы крутили. Вот моя мама, она 13-го года рождения, она выросла когда-то в детстве, в советском детстве. Она выросла на американских фильмах, на американских кинозвёздах. Тогда других не было. Советское кино тогда было очень такое, в общем-то, очень узкий занимало рынок. Очень узкую нишу, как вот сейчас российское кино. Мало места занимает на наших экранах. Так и тогда. Так вот, так и тогда это было. Ну, постепенно была поставлена задача, товарищ Сталин, в частности, нашу сделать, советский фильм. Советский фильм. Нужно сказать, что Голливуд тоже работал на всю катушку. Это была, так сказать, фабрика грёз. Грёз. На эту фабрику грёз приглашали в своё время Немировича Данченко. Помните Станиславский и Немировича Данченко. Два создателя Московского художественного театра. Это люди, которые совершили революцию в театральной деятельности. Система Станиславского. Система Станиславского в Америке называют обычным метод. Каждый актёр, он работает, американский актёр, он работает по методу. То есть, вот по системе Станиславского. Могут спросить, а где вы учились методу? У кого вы учились методу? Когда-то в 30-е, 50-е, 40-е годы очень принято было учиться методу у иммигрантов из Советского Союза. Например, у Михаила Чехова. Майкл Чехов, да? По-американски-то сказать. Михаил Чехов, брат Антона Павловича Чехова, он эмигрировал, сумел уйти за кордон. Тогда выезд для них был более-менее разрешён, потому что их приглашали, как сказать, по обмену опытом туда, на гастроли. В Голливуде какое-то время работал Сергей Инзенштейн. В одном из фильмов, даже я видел, так сказать, пародию, американский фильм 30-х годов, у нас он называется «Фабрика грёз». А там он специфическим американским термином, обозначающим дублёра, который дублирует звезду, когда снимают звезду со спины. Ну, идет звезда, а со спины снимают. Ну, зачем нам звезда, которой миллион надо платить? А вот дублёр. Идёт, он похож сзади. Вот этим термином. Вот он специфический американский технический термин. Типа дублёр, вот такой вот, не для опасных сцен, а сцены с плохого ракурса снимает. Вот так назывался этот фильм. И вот там была просто пародия на Сергея Инзенштейна, с каким вот он, значит, капризы какие-то выставляет там, да, вот на съёмках. Вот так они представляли нашего Инзенштейна. Вот он там работал какое-то время в Голливуде, но чем-то не сошёлся. И, между прочим, тоже очень просили Немировича Данченко написать хороший сценарий про Пугачёвский бунт. Причём его приняли. Там оказалось, что руководитель студии был эмигрант из России, поэтому он даже по-русски говорил. Вот, очень так вот положительно относился. А он не понял. Он написал сценарий. Ну, ему говорят американцы, ну, вот хороший сценарий, но концовка совершенно не годится. Пугачёву отрубили голову. Как же так? Это мы с вами знаем, россияне, что концовка-то была очень хорошая. И Екатерина II попросила, чтобы его не так, как по приговору было сделано. По приговору должно было сначала руки-ноги отрубить, а в последнюю очередь голову. Она попросила в виде исключения первым делом отрубить голову. То есть, вообще, конец-то хороший, фактически, да? По нашим-то понятиям. Вот. Ну, а американцу это непонятно было. Ну, и он отказался. Надо говорить, давайте, конечно, сделаем что-нибудь такое, что вот Екатерина... Ну, американец по-простецки объясняет, что Екатерина влюбилась в Пугачёва и уехала с ним куда-нибудь. Вдаль светлая. Ну, вот, между прочим, Пушкин, Пушкин, Александр Сергеевич, он сумел сделать на материалах Пугачёвского бунта вполне себе хороший конец. Капитанскую дочку, помните? Всё кончилось там хорошо. Несмотря на то, что Пугачёву-таки до головы отрубили, причём, значит, даже это в повествовании было. Отрубили голову ему, да? Ну, вот так вот. Ну, вот, как-то вот не сумел. Надо было бы взять ему просто Пушкинскую капитанскую дочку и что-нибудь написать, там ещё какие-нибудь боковые линии, там ещё чего-нибудь. И был бы голливудский фильм. Вполне приличный, да? Чтобы люди не выдумывали там чёрт что про Россию, да? Всякую, как мы называем, клюкву, да? Развесистая клюква. Кстати, знаете, откуда идёт этот термин «развесистая клюква»? Он Оле де Бальзак путешествовал по России, был очень хорошо принят. И он написал книгу про путешествие в России. И он где-то пишет, вот, мы сели после обеда под развесистые клюквенные дерева, да? Ну, вот такая вот. Возможно, это была какая-нибудь рябина, например, да? Он решил, что это развесистые клюквенные дерева. Поэтому у нас такой есть термин «развесистая клюква», да? Так вот, за дело взялся Сталин Йосиф Вестарионович. Он был, скажем так, генеральный продюсер советского кино. А выделял ему очень большое внимание вслед за Лениным, который считал, что вот из всех искусств для нас самым главным в неграмотной стране является кино. Массовое искусство. Значит, ну, в кино надо выделить такую тему. Лениниана, кино Лениниана. Вот он, значит, один из фильмов про Ленина. По-моему, это «Ленин в октябре». Это вот справа Ленин, слева, значит, его некий, скажем так, телохранитель, да? Значит, кстати говоря, образ Ленина, тот, к которому мое поколение привыкло в кино, его сформировали при Сталине. Как его рисовал Сталин в кино? Да, конечно, мудрый. Но он такой, знаете, как это, термин такой, вот, сейчас скажу, так сказать, трикстер. Это какой-то ученый такой термин, мне кто-то его сказал, умный. Может, я неправильно понял. Сейчас объясню. Вы Буратино знаете? Вот он трикстер. Вы Незнайку знаете? Вот он трикстер. Ивану Дурака знаете? Вот он, так сказать, трикстер. Он вообще дурак такой. Но в итоге-то он победил всегда за счет своей дури, да? Вот Буратино. Он, конечно, свой нос дурацкий соет. Вот этот вот длинный, куда попало, да? Вот. Но в итоге-то он все равно с золотым ключиком и открыл путь в эту вот замечательную золотую страну, да? То же самое Незнайка. И что бы ни было, все у него там, все хорошо получается. Вот. Так вот, и Ленин такой же у него. Немножко смешной такой вот, какой-то такой старичок. Вечно все такое, с хитринкой такой ленинской, да? Понятное дело, что он не был таким, естественно. А Сталину это было вот... Ну, во-первых, симпатичный Ленин, уже умерший никому не мешает. Это раз. Пусть его любят. Такого сильнее полюбят. А, во-вторых, на его фоне Сталин уже серьезно смотрелся. Вот этот фильм довоенный, Ленин в октябре, Ленин в 1918 году. Есть фильм такой незабываемый, 1919. Тоже один из лучших фильмов советского кинематографа. Дело, естественно, в этом фильме происходит в 1919 году. И там, значит, в одно из главных мест в сюжете, в развитии сюжета персонаж занимает Сталин. Это эпоха, когда произошел мятеж в Кронштадте. В Кронштадте был мятеж, его называли сервским, антибольшевистским. За советы без коммунистов так они там выступали. Потому что как-то вот разошлись они в оценке тех действий, что большевики совершали, вот, мэлики. Его подавить надо было. В подавлении участвовал Сталин. И вот, собственно, об этом подавлении речи идет. Вот Сталин приезжает в Петроград, подавил мятеж. И, значит, тут все ура, ура, да здравствует великий Сталин. Говорит, нет, говорит, да здравствует Ленин Сталин. Ленин их поправляет, да. А я уж тут так типа на подхвате. Ну, да здравствует Ленин, все сказали. И тут показывают Ленина в Кремле. Ленин вышел в Кремль из своего кабинета. С кем-то тут поговорить. Тут где-то что-то работает. Он сел на ступенечку, на приступочку. О чем-то там вот беседует, что-то такое вот, такое простое вот. Ему секретарь кричит из кабинета. Владимир Ильич, телефон у вас просит. Сталин из Петрограда звонит. А это не докричишься, ему лишь бля-ля-ля вот этим вот разговаривать, да. Ну, позвонил ему, Сталин доложил, что все хорошо там. Глаз натянули, мигать заставили. Все в порядке. Значит, с Михаилом Ивановичем Калининым Ленин теперь решает, кто же будет Сталина орденом награждать. Боевого Красного Знамени орден. Тогда был единственный орден в Советском Союзе. Давай ты, нет, ты, я каждый боится, вы награждаете, какая картина смешная, да. Вот они, так сказать, трикстеры, милые такие, симпатичные. Что Ленин, что Калинин, да. Старички такие вот, да. А вот Сталин, это серьезный такой персонаж, да, понимаете, вот Капитан Америка, да. А это такие вот комики два. Вот, вот так вот кино про Ленина так и выглядело. Человек с ружьем. Вот это сейчас картинка у меня на экране сейчас появится. Это из фильма Человек с ружьем. Ленин тоже там, как вставной персонаж. Вот он там встретил прибывшего с фронта солдата Шадрина. А Шадрин спрашивает его, товарищ, не скажете ли, где кипяточку-то найти? А он вам показывает, вот там, говорит, кипяточки есть. А вы-то боитесь с фронта? Да-да-да-да-да, ну и так далее. Вот такая вот вставная роль у Ленина, небольшая, в этой пьесе и, соответственно, в этом фильме. Ну, вот видите, как вот кино Ленина его потихонечку делало таким положительным комическим героем, скажем так, яркой харизмой. А потом уже после Сталина Ленина стали немножко переделывать, сделать более серьезным, суровым, некомичным. В одном фильме, 6 июля называется, это, так сказать, как сказать-то, путчи эсеровском, так бы сказали, 6 июля 1918 года. Ленин такой суровый, кладет в задний карман брюк, браунинг. Да, вот это единственный фильм, где Ленин с оружием находится. Вот, ну это вот такие пропагандистские фильмы. А людям надо что-то веселое. Обычно в качестве такого вот примера веселого фильма называют фильм «Веселые ребята». Так он называется. Вот он, справа Утесов, кумир вообще, вот, так сказать, эстрады, да, еще и моего времени, да, его песни вот пелись регулярно, и он сам их пел. А слева Любовь Орлова, такая наша кинокрасавица, да, вот. Ну, фильмы эти, конечно, его, этот фильм поставил Александров, режиссер, а режиссер Александров был в Америке вместе с Сергеем Эйзенштейном. Они там вот вместе с ним там в Голливуде что-то делали или пытались сделать, вот. Ну, и он, внятно, впитал американское киноискусство. Дело в том, что одним из, так сказать, жанровых столпов американского искусства является мюзикл. Вот этот вот «Веселые ребята» – это типичный мюзикл. Вообще, очень многие советские фильмы, их называют советский музыкальный фильм. Слово «мюзикл» не употреблялось. Советский музыкальный фильм. О чем может быть музыкальный фильм? В основном о музыке. Вот типичный сюжет, как это, так сказать, мюзикл американского. Некая команда музыкантов, певцов, актеров, сценаристов, режиссеров готовит постановку мюзикла. И вот они вот это вот, весь фильм этим они занимаются, постановка мюзикла. Ну, заодно и поют. В финале еще они тут вот, триумф у них, торжество, поют, красивая сцена, все как положено. Вот, это вот такой вот сюжет мюзикла, постановка мюзикла, да? Вот. Ну, и вот советские музыкальные комедии очень часто так вот были. Ну, были музыкальные комедии, не обязательно про постановку мюзикла. Там иногда просто берет человек и начинает петь. Это больше похоже на то, что у нас называется оперетта, да? Оперетта. Иногда попоют, иногда, значит, просто играют, так сказать, хохмят. Там какие-то чувства бывают. Ну, как, он и она встретились, полюбили друг друга, поссорились, разошлись, а потом снова встретились, и любовь вспыхнула еще раз. Это вот типичная такая вот калька. Это и у американцев, и у нас, и во всем свете так это вот, и строится всегда вот эти вот фильмы. А знающие люди даже указывают, с какого фильма, скажем так, очень сильно скопированы вот эти наши веселые ребята, да? Знающие люди указывают какой-то малоизвестный нам мюзикл, киномюзикл американский, где даже сцены вот это вот. Помните, если вы смотрели, конечно, «Веселых ребят», там, где джаз-оркестр репетирует, там что-то такое у них потом начинается между музыкантами какая-то драка такая комическая. Вот это вот под впечатлением какого-то американского конкретного мюзикла происходит. В общем, все весело и совершенно оторвано от жизни. Кстати, типичный американский сюжет «Золушка». Золушка приходит, значит, в светлый мир кино, эстрады, да, вот, и становится звездой. Вот в Советском Союзе, в тогдашнем, 30-х годов, эпоху звукового кино, такой «Золушке» было быть очень сложно. Дело в том, что у нас уже тогда была паспортная система, и вот, например, «Золушка» совсем из деревенской глубинки, она просто не могла попасть в город. Вот если такая «Золушка» поехала куда-нибудь в райцентр поступать в какой-нибудь техникум, я знал одну такую «Золушку», она поехала поступать в педтехникум из деревни. Так она была без паспорта. Ее вот в городе арестовали, она там что-то отсидела несколько месяцев, и завшивленная вернула в свою деревню, очень легко отделалась. Не положено было, да, то есть у нас «Золушки» не могли никуда переехать, ничего делать. Я так вот помню этот вот фильм-то, «Вратарь», не помню, такой был фильм по повести «Вратарь республики». Девушка некая, Глаша, по-моему, что ли, вот такая Глаша, с гидроэровцами, это команда «Ротар» и «Гидроэр», там все они состязались. Так вот этот самый «Гидроэр», дяденьки, а давайте я с вами в город пойду, поехали в город, будешь там учиться, дяденьки. Не выйдет, господа, это совершенно не наша жизнь. «Волга-Волга», классический такой вот фильм. Да, кстати говоря, все эти фильмы, вот особенно первые, которые я назвал, «Веселые ребята», наша официальная правильная критика встретила в штыки. А вот некоторые люди разглядели в них золотую жилу, пусть народ посмеется, пусть повеселится. А это вот, кстати говоря, «Волга-Волга», это фильм про канал, финал, значит, это по Волге, куда-то добираются на пароходе в Москву на фестиваль любительских всяких талантов, музыкальных, танцевальных, добираются на пароходе в Москву. И финальный путь их проходит по каналу имени Москвы. Вот этим вот заканчивается этот путь. А, это вот, кстати, кадр из фильма «Вратарь», «Вратарь» он правильно так называется. Это такая типичная спортивная кинокомедия. У них, кстати, тоже очень много, у них, у этого американцев, фильмов о спорте. Кстати говоря, футбол в Америке, вот он другой, вот такой вот футбол, в который играют у нас, он называется у них там «Сокер». В «Сокер» вообще вот как-то они сами-то не любят играть. Это вот европейцы играют, англичане, французы, голландцы, немцы, испанцы, итальянцы, русские. Ну вот, американцы вот в этот «Сокер» по необходимости играют, потому что надо участвовать там в каком-нибудь чемпионате мира, почему бы не поиграть, да, почему бы не попинать мячик ногами. Вот. Ну вот, в этом плане у нас, так сказать, специфичный. А сюжет тот же самый. Некий молодой человек попадает в команду мастеров, он откуда-то вот с улицы, у него показались какие-то замечательные таланты, он, например, эти гидроэровцы увидели его, как он на барже ловил помидоры, не помидоры, как это, большие такие плоды-то, ягоды самые большие, арбузы. Арбузы по Волге везут, разгружают баржу, ему бросают несколько девушек с баржи арбуза, он их ловит и складывает, ловит и складывает. Он говорит, хорош, брат, иди к нам в гидроэр будешь вратарем. Мы взяли, поехали, он стал вратарем в гидроэре, да, команда гидроэр. Вот, вот такая вот у них история вышла. Ну, вот она такая, золушка, только мужчина, попадает в горы, становится вратарем, зазнался, ушел в другую команду, а потом играет за, значит, сборную, что ли, да, союза против самой лучшей команды с запада, черные буйволы, называется, да, вот так вот там называли его. Ну, естественно, наши выиграли потом, да, обыграли. А почему гол забил вратарь? Подбежал и забил вратарь. Вот такой вот был замечательный игрок-хоккеист. А это вот еще один фильм, спортивный, не наш, немецкий. Это все делается примерно в одно и то же время, и вот можно сравнить. Фильм такой, он продается на лотках, наверное, в интернете скачивается, называется он «Олимпия». Этот фильм, документальный фильм про Олимпийские игры в Берлине 1936 года. И это вот то, как... Тогда еще телевидение-то еще только-только появлялось, надо сказать. Игры 1936 года по немецкому телевидению транслировались. Немецкий телевидение тогда уже было, хотя телевизоров еще ни у кого не было. Они стали так, типа, как вот по-нашему сказать, в клубах, можно было посмотреть. Вот. А вот это вот как надо снимать фильм. Снимали сразу 30-ю камерами вот эти вот события. И потом монтировали из них всех. Именно так сейчас делается монтаж телетрансляции какого-нибудь футбольного матча или там спортивного состязания. Это вот такая вот предтеча всех этих вот футбольных матчей. И если вы сравните, посмотрите наши фильмы той поры и вот этот фильм, то технически, ну, у нас заметно слабее было. Заметно слабее. Хотя это не значит, что наши фильмы не завоевывали всяких призов на международных фестивалях. Первый международный кинофестиваль в Венеции. Это вот в Италии. При Муссолини был. И вот на этом кинофестивале было народное жюри. То есть оценивали не какие-то вот члены жюри, как вот сейчас вот деятели кино выбирают лучший фильм. А вот народное жюри. Вот итальянец пошел фильм, посмотрел, и там какие-нибудь табачки ему ставят. Не знаю, как это было. И вот на нем победил наш советский фильм «Путевка в жизнь». Это первый советский звуковой фильм. Или когда назывались «Звуковая фильма». «Путевка в жизнь» о беспризорниках, об их, так сказать, перековке, перевоспитании. У нас он тоже имел страшный успех, потому что эти блатные песни всегда у нас всем нравились. Нравились всем. Вот я не буду говорить о таком пласте фильмов, которые называются фильмы про войну. Такая вот особенная тема. О войне мы как-нибудь поговорим отдельно. Говорить про фильмы про войну и не говорить о войне, в общем, как-то тяжело. А это вот фильмы про простую хорошую советскую жизнь. Вы знаете, этот фильм, так сказать, девчата. Многие люди до сих пор его очень любят. Хороший фильм, действительно, замечательные такие отношения между ними. Я вам честно скажу, это фильм начала 60-х годов. Я-то эти годы хорошо помню. Вот таких отношений тогда между людьми не было, как тут показано. Люди были гораздо более, скажем так, сердитые. Скажем так. Я такой термин вот условно называю. Сердитые друг на друга и на жизнь. И вот сейчас, когда вспоминают советские времена, обычно рисуют себе вот это вот по фильмам. Вот как тогда хорошо жили. Какие хорошие были между людьми отношения. Не было таких отношений между людьми. Отношения были очень даже обычные. Между прочим, сейчас по улице можно спокойно ходить в любое время дня. По крайней мере, в Москве и ночи. А вот в ту пору, в 60-е годы, в 50-е годы, например, процветало хулиганство и уличный разбой. Процветали, и, может быть, я нехорошо сказал. Это едва ли это такой чертополох может свистеть и пахнуть. Это какие-то кактусы колючие, скорее. Но, тем не менее, это было так. Это была проблема борьба с хулиганством и уличной преступностью. Поздный вечер мы идти по улице и вернуться с кошельком. Это было, в общем-то, везение какое-то. Или часы лишиться часов. Обычное было тогда это дело. А тут такие хорошие отношения между людьми. Это нам так нравилось тогда. Это же не наша серая жизнь, которая нас окружает. Которая все время из-под плинтуса может выброситься этот хулиган. Помните стихотворение Маяковского? Как он пишет, что он не хочет, чтобы монументы ему выселись из белых роз. Там, где хулиган, да сифилис, там, где харкает туберкулез. Не хочу, чтобы выселись монументы из белых роз. Вот он так говорит про себя. То, что надо, чтобы жизнь-то была в 20-е годы еще хуже, чем сейчас. Это в кино показывают, вот такое милое, хорошее. А, кстати говоря, иногда реалистично показывают. Помните фильм такой был? Место встречи изменить нельзя. Как раз борьба Мура с уголовной преступностью сразу после войны. Действие происходит в 45-м году. Как раз это можно судить об датах даже по радиотрансляции. Иногда там кусочки радиотрансляции попадают. И вот, значит, там происходит, так сказать, Потсдамская конференция. Это лет 45-го года. Вот они борются с преступниками. Несимпатичные они такие преступники. Уголовщина сплошная. Кстати, интересная судьба этого фильма. Едва ли вы его не смотрели. Место встречи изменить нельзя. Помните, Глеб Жеглов и Володя Шарапов. Он вышел, сказать не соврать, то ли в конце 70-х годов, то ли в самом начале 80-х. Вот как раз в 80-м году, во время Олимпиады, умер Высоцкий. Он там играл Жеглова. Вот, ну вот это вот, то ли в примере, я сейчас точно не помню, но вот в тот год, каждый год у нас в стране проводился фестиваль телевизионных фильмов. И в тот год он тоже проводился. Было там несколько десятков телефильмов представлено. Ну, все же, вся продукция, что была сделана в СССР. Фестиваль проходил в Ереване, кстати говоря, вот тот фестиваль. И все эти фильмы, кроме одного, получил каждый какую-нибудь свою награду. Ну, кто первый приз, кто второй, кто пятый, кто десятый, кто за что-нибудь, там, за лучшую операторскую работу, за лучшую актерскую, за лучшую упрощение образа там чего, кого-нибудь. Вот. И один фильм только не получил. Никакого одобрения. Это был фильм «Место встречи изменить нельзя». Ну, сейчас это, так сказать, классика. Да, вот видите, как вот бывает. А почему он не получил? Давайте призадумаемся. Ну, наверное, слишком он... Слишком правду говорил. Да. Нам-то он понравился. Больно обаятельный актер и все, и положительный, и отрицательный, и промокашка, и вот этот вот горбатый, да, Жагарханяна выиграл. Ну, все такие симпатяки, интересные люди. Не с той стороны показывает. А еще фильм такой был, замечательный фильм, про войну, кстати говоря. Вот я не хотел про войну, про военный фильм, про фильмы, про войну говорить, но расскажу. Очень на нас всех большое впечатление он тогда произвел. А Зори здесь тихий. Его даже выдвинули на государственную премию. Но он премию не получил. А как вы думаете, почему? А там была сцена в бане. Вот эти вот, так сказать, зенитчицы, им велел приехавший начальник устроить баню. А то вот больно им, они все немытые, да. Ну, и старшина Восков сделал для них баню. Вот. И вот эта сцена в бане с обнаженной натурой, это было что-то тогда новое. У нас тогда порнографии-то не было. Вы же знаете, что в Советском Союзе не было секса. Вот. Это такое вот выражение. У нас секса нет, да. Так вот, значит, публика приходит на этот фильм, спокойно садятся, смотрят. И проходит эта сцена в бане. И какая-то часть, значит, зрителей собирается и уходит. Они пришли, чтобы посмотреть вот эту вот сцену. Может быть, уже пятый или десятый раз снимать. Остальное не очень интересует. Честно говоря, это обидно за фильм, но вот факт есть факт. Кстати, на телевидении этот фильм шел без этой сцены. Вырезано было, да. Вот так вот было тогда принято. Ну и, видимо, из-за этой сцены это, безусловно, великий фильм не получил никаких призов в то время. Так что вот наличие призов, там, Оскаров не всегда говорит о действительно значимости вот кинодеятеля, кстати говоря. И когда мы говорим о старом советском кино, то не всегда самый фильм премированный, самый фильм даже кассовый, не всегда он самый лучший. Потом, много лет спустя, оказывается, что очень востребованными фильмы, оказывается, не имевшие никаких премий, даже не имевших особой кассы. Вот фильм Андрея Тарковского, например, сейчас такой виток вот эстетического отношения к кинематографу. Вот современные молодые эстеты, я их вот знаю, молодые киноэстеты. Они называют, вот у них есть такой термин, я бы не сказал, что он очень ругательный, но такой немножко приниженный, Тарковщина. Вот это вот, конечно, не к Тарковскому относится. Вот фильмы Тарковского, что там, Иваново детство, Иван Рублев, Андрей Рублев, простите. Зеркало, Солярис и так далее, и тому подобное, вот, все они, так сказать, очень, моему поколению казались, очень значимы, мы смотрели их с открытым ртом. А теперь много подражателей было появилось, их называют Тарковщина. Оказалось, что, пройдя через многие подражания, и главное, что теперь-то мы в интернете, что хочешь, пишем, что хочешь, читаем. И, в общем-то говоря, на радио, в телевидении, в газетах, то же самое, свобода слова. А в советское время, видите ли, в чем дело-то еще было, мы очень ценили фильм иногда за ту фигу, которую в кармане режиссер показывает, когда снимает этот фильм. Мы читали что-то между строк, а сейчас это не надо, сейчас просто всякая лыка в строк вставит и обругает, кого хочешь. Свобода слова, ничего не поделаешь. А я вот вам пример приведу. Фильм такой был, «Девятнадцатулев», помните? Их было два, был телевизионный сериал такой, мини-сериал, как сейчас сказали, «Девятнадцатулев», и был «Девятнадцатулев» Гайдая. Я имею в виду фильм «Девятнадцатулев», сцена аукциона, на котором продается десять стулев из дворца, если вы помните, да? Так это называют, десять стулев из дворца, и, значит, идет торг, там, да, назначают цены, и вот, значит, бендер снимает так вот кепочку свою, жалко меня нет, так вот, коверек здесь, вот так вот, протягивает, и говорит, 300! На вас это ничего не значит, это просто сцена на аукцион 300, 300 рублей. А мы-то это понимали, это же сцена лета семнадцатого года, Ленин слушает выступление меньшевика Церетелли, и Церетелли говорит, нет в России такой партии, которая взяла бы на себя ответственность за сложившуюся ситуацию с государственным долгом. А Ленин так вот кепочку берет и говорит, есть такая партия! Понятно, что тут не картавили, не говорили, есть такая партия, 300, ну мы это все поняли, ай, какой-то, как рубанул, это же про Ленина, да? Мы же понимаем это все. А этот фильм-то еще был обыкновенное чудо, как почетный святой, почетный великомученик и почетный Папа Римский нашего королевства, и что так вот махает, ну, вылитый Брежнев был, да, Леонид Ильич? Да, мы вот за этот цель, а сейчас тут не нужно, можно кого угодно ругать, как угодно, ну, или критиковать, обсуждать, ну, ругать, это как-то, это низко, это невысокое искусство, вот обсуждать кого угодно можно, как хотите, да? А особый отдел это советские кинокомедии, да? О, замечательная вещь, кинокомедии, Леонид Гайдай, то же самое, вот есть такой топ 250 лучших фильмов, в нем из советских фильмов присутствуют фильмы про Шерлока Холмса и доктора Ватсон и комедии Гайдая, да? Вот бриллиантовая рука, там вот это вот, другие операции, другие приключения Шурика, вот всякие такие вот вещи замечательные присутствуют там, как всегда. А вообще смысл советского кино очень много, да, это вот «Кавказская пленница», вот эта такая, так сказать, милая пара, это, по-моему, году в 67-м он вышел, как раз к 50-летию советской власти, вот этот фильм вышел такой вот, у него все такое благостное, замечательное. К комедии, она не должна иметь к жизни отношения, поэтому, кстати говоря, до сих пор они и живут, это такой вымышленный некий мир, а так вообще общий такой стиль советского кино, это вот такой вот взгляд ввысь, да, вот там вот будущее, там вот хорошо, так вот хорошо, потому что жили-то мы, вот сколько мы жили при советской власти, вот все что-то было, вот нам что-то не хватало. Нам все вот обещали скоро решить проблему, значит, партия торжественно обещала, что ныне живущее поколение советских людей, это было в 60-м году, будет жить при коммунизме, товарищи, партия торжественно обещает, вот. К 80-му году будет в основном построен коммунизм, и даже было сказано, что тогда будет, бесплатная еда на работе, в учебных заведениях, бесплатный проезд по железной дороге, бесплатный отдых и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, вот. Вот, а дальше больше вообще деньги отменят. Вообще будем жить сколько хотите брать, вот эту тему. Вот, ну, потом к 80-му году, конечно, ничего не наступило, потом мы решали продовольственную программу, ну, каждый в основном на своем участке это решал. Жилье 2000 была такая программа, что, мол, дескать, дадим жилье к 2000-му году, все вот было вот как-то вот так. И вот кино вот в этом плане, это была та самая такая вот целебная повязка на наши духовные раны, вот она вот как делалась такая вот. Вот это вот взгляд такой в будущее, такой вот, показать хороших людей, что есть же еще хорошие люди, их у нас же больше, чем плохих, безусловно. Ну, да, поспорь, поди, конечно, больше. А все мы тоже хорошие и плохие одновременно. Мы же не одноцветные какие-то. Ну, ладно, спасибо вам за внимание, удачи вам, всех благ, пока.